Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оксана, я биолог, и я хочу сегодня поговорить на такую тему, как стратегии размножения, которые существуют у животных, и также которые могут быть применимы для человека. На самом деле, это видео достаточно спонтанное. Мы только что имели запись эфира с Анастасией Аножкой, Джимом и Денбауном, и обсуждали там похожие темы, то есть демографические процессы, которые могут происходить в человеческой стае, в человеческом обществе. И немного затронули эту тему, мне кажется, что вам тоже будет интересно немного это обсудить в контексте того, о чем мы говорим на канале. Итак, считается, есть экологическая теория, согласно которой организмы имеют две противоположные стратегии размножения. Сразу скажу, что для большинства видов характерно какое-то промежуточное положение, то есть это спектр, но существуют виды с экстремальными стратегиями. Итак, первая стратегия роста популяции и размножения – это К-стратегия или конкурентная. Она включает в себя производство небольшого количества детёнышей, в которых включается, вкладывается много ресурса. Детёныши эти растут долго, имеют долгий период детства, но в связи с этим они требуют на себя больше родительской заботы, и, соответственно, они рождаются значительно реже, чем у противоположного типа. То есть это такая стратегия, рассчитанная на инвестиции, биологические инвестиции имеются в виду, и на длительную перспективу. Поэтому представители данной стратегии живут дольше и, соответственно, в течение жизни могут произвести больше потомков, хотя и таких вот цен, в которых они больше вкладывают. И к таким вот экстремальным, скажем так, представителям данного полиса можно отнести, например, слонов, китов. То есть вы понимаете, что это такие крупные животные, которые рожают мало детёнышей и долго их выращивают. Ну и сразу скажем, что к этому полису ближе находится человек. Хотя по своей биологической сущности он, скажем так, должен быть экстремальным к астротегам, потому что у нас детёныши очень дорогие. Ну вот с экологической точки зрения мы имеем признаки и противоположные стратегии разведения, размножения. Противоположные стратегии это R-стратегии или Рудералы. Это организмы, которые рожают много детёнышей, часто они требуют меньше ресурса, то есть практически не вкладываются в заботу о потомстве. И, скажем так, размножаются много, часто и продолжительной жизни у этих видов обычно она меньше. Кроме того, у них меньше и размеры тела, и они, скажем так, меньше биологического ресурса требуют на своё воспроизводство. И к таким вот типам относятся всевозможные мелкие животные, грызуны. Хотя, кстати говоря, среди грызунов встречаются представители как одних, так и других типов. Итак, из этого следует, что данные стратегии также очень сильно различаются по заботе о потомстве, соответственно, детской смертности. У K-стратегов детская смертность значительно снижена, у R-стратегов большинство потомков, которые производятся на свет, они погибают. И, кроме того, у них существует очень высокая конкуренция внутри стаи, да, внутривитовая конкуренция может сильно заостряться. И это вот, опять-таки, является характерным для данной стратегии. Как мы уже сказали, человек находится где-то посередине, но ближе к полюсу R-стратегов. Потому что, на самом деле, для нас характерно рождение нескольких потомков в течение жизни. Ну, хотя, конечно, за один раз мы рождаем одного-двух, максимум, по-моему, зарегистрированы это пять или шесть детей. Но это исключительный случай. То есть для нас характерно малое количество детей, очень долгий период детства, забота о потомстве. И, скажем так, ну, вот такая вот достаточно долгая продолжительность жизни, как для животных нашего размера. Да, это зависит от размера тела. Однако эту теорию исследовали, как водится, социальные психологи. И они перевели её, скажем так, на язык, опять-таки, психологии. То есть применили её к человеческой популяции. На самом деле, особенностью нашего вида является то, что мы являемся глобальным видом. То есть мы населяем всю планету, имеем между собой обмен информацией, ресурсами, занимаем практически все возможные экологические ниши, которые существуют. Да, если мы их не занимаем, значит, просто они нам не нравятся. Но, в принципе, в перспективе мы можем и их освоить. И в связи с этим разнообразие нашего вида, оно очень огромное. Наш вид очень вариативен по большому числу показателей, как внешне мы достаточно разнообразны, так и поведенчески. И в связи с этим существуют разные стратегии, разные, скажем так, подходы к определению вот этих вот стратегий размножения. Во-первых, ну скажем, то, что уже известно и описано, это вот теория Хелен Фишер, которая объясняет такое индивидуальное предпочтение в некоторой степени. Можете посмотреть об этом видео. То есть это уже какое-то указывает нам на существование какого-то разнообразия внутри вида, существование каких-то отдельных подгрупп, подвидов, которые касаются как раз-таки стратегии партнерства, ну и в том числе это, конечно, все служит размножению. И кроме того, мы можем сказать, что в каком-то таком вот приближении стратегия К и Р, они больше свойственны тем или иным людям. Ну если мы откажемся от этих терминов, мы можем сказать просто, что одни люди склонны больше инвестировать в отношения в свои потомки, тогда как другие склонны меньше привязываться, меньше вкладываться в семью, в своих детей, а вести такой вот более свободный образ жизни. И опять-таки, с точки зрения психологов это объясняется таким образом, что одни люди больше склонны формировать индивидуальные связи, у них более развито аффилиативное поведение, у них более развита индивидуальная связь между особами. Можем сказать, что у них в некотором роде высшая индивидуальная привязанность, индивидуальное предпочтение, тогда как представители, и опять-таки это нам указывает, если мы вспомним теорию Хеллен Фишера, на что это нам указывает, на какие типы. Это может быть связано с доминированием такого окситоцинового, такого гендерно-женского, женской стратегии поведения, и также серотонинового, такого эндорфинового типа, который ориентирован на стабильность, на долгосрочные отношения, на накопление ресурса какого-то. И противоположная стратегия, она отключает в себя сниженную способность формировать индивидуальные контакты, индивидуальную привязанность, но повышенную ориентацию на новизну, на то, чтобы получать новые впечатления, в том числе новые впечатления от общения, то есть на новых людей. И таким образом мы могли бы их соотнести с той самой К-стратегией первую, и с R-стратегией вторую, ну или же, если хотите, с более моногамной или более полигамной стратегией вторую. И, кстати говоря, ко второму типу у нас будет относиться такой более тестостероновый тип по Хейлен Фишер и дофаминовый. То есть можем ещё вот таким вот образом их развести. И что нам в итоге это даёт? Скажем так, какой сухой остаток? Ну, как вы понимаете, эти исследования, они в основном теоретические, да, то есть описательные, и в такой области индивидуальной психологии они вряд ли прям применимы, вот как в качестве такой переноса. Но мы можем тоже из этого сделать для себя определённые выводы. Во-первых, то, что люди, они действительно отличаются, то есть отличаются своим подходом к построению отношений, как просто между людьми социальных отношений, так и, естественно, партнёрских отношений. И в связи с этим вы должны ориентироваться, то есть не пытаться изменить человека, да, не говорить о том, что он плохой, неправильный, если вы видите, что у него другая стратегия отношений. Возможно, у него просто не были плохие родители, не, скажем так, неправильные жизненные взгляды, а просто он устроен по-другому и, скажем так, его путь другой. Не пытаться переделать, да, кого-то подстроить под себя, а просто искать партнёра, который соответствует вашим, скажем так, взглядам, если мы говорим об каком-то таком экзистенциальном уровне, или же соответствует вашей стратегии поведения. И в этом смысле вот очень ценно такой взгляд есть, вы знаете, который я немного, да, об этом говорю, возможно, будем говорить больше, вот таком эволюционно-биологическом взгляде на различные, в том числе, ну, психотипы и расстройства личности как крайняя степень проявленности данных психотипов. И вот существуют, как вы знаете, расстройства личности, они разделены на кластеры, и вот можно сказать по описанию, да, по тому, как описывают кластеры, что кластер-би у нас относится к таким типам, которые крайне ориентированы как раз, ну, во-первых, называют плохими расстройствами, да, что уже говорит, что это такое некоторое обвиняющее название, да, ну, эти люди, они как раз-таки в основном доставляют проблемы окружающим, да, они такие неприятные, у них низкий уровень приятности, как мы можем сказать, по большой пятёрке, и они как раз-таки больше ориентированы на новизну. Я напомню, туда входят антисоциальное, нарциссическое, пограничное и истерическое расстройство. И вот как раз-таки, если мы будем характеризовать этих людей с точки зрения их личностных черт, то вот для них как раз-таки и свойственна вот эта вот экстраверсия, склонность к большому количеству контактов, к новым тягам, к новым впечатлениям. Единственное, что когда уже мы говорим об области, там, психиатрии, то эти черты заострены у них настолько, что они мешают жить, ну, в основном, другим людям, но также мешают и устанавливать им какой-то свой жизненный уклад, да, строят, скажем так, жизнь. Ну, если это уже на уровне расстройства какого-то выраженного. В общем, практикующие специалисты, которые работают с этим, говорят, что действительно, как бы, ну, проблемы у этих людей есть, субъективные. Вот таким вот образом. То есть это вот у нас одна стратегия, а противоположную, как раз-таки контрастную, ей может составлять кластер С, в котором у нас встречаются тревожные расстройства. Это туда входит зависимое, тревожное расстройство и чуть-чуть обсессивно-компульсивное и, возможно, ещё что-то. Но смысл в том, что расстройства данного кластера, они как раз-таки характеризуются субъективными страданиями. И за счёт чего, на чём построены эти субъективные страдания? Они построены на, скажем так, негативном аффекте самообвинения и некоторой степени таком вот мазохистическом поведении, да, то есть проблемы у этих людей оттуда, что они в основном, скажем так, подстраиваются под других и страдают сами. И опять-таки это нам указывает на то, что у них повышенная вот эта вот склонность к аффилиативному, вот этому вот стайному, ориентация на индивидуальное качество. Если, например, мы говорим вот о зависимом расстройстве личности, да, там человек может пожертвовать собственной жизнью ради другого человека, то есть он настолько становится привязан. Ну, в общем-то, то же самое касается других расстройств, потому что там присутствует социальная тревожность, присутствует тяга к установлению близких отношений, вот. То есть это вот такой вот противоположный полюс. Ну вот, в общем, вот такое вот видео сегодня получилось. Задавайте ваши вопросы, если они у вас возникли. Мы вот так вот попытались, да, пройтись по разным системам и найти между ними немножечко соответствия и применить это к человеку, к тому, как это может выглядеть в нашей популярности. Я просто хочу вам высказать своё мнение о том, что на самом деле наш вид очень разнообразен, и вот изучение таких вот особенностей, да, изучение основ нашего поведения, оно нам помогает избежать какой-то предубеждённости в отношении других людей и сделать свою жизнь, в конце концов, легче, потому что мы перестаём ожидать чего-то от других и пытаться изменить их под себя. Всего хорошего, спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»